Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск! BlackRock, крупнейший управляющий активами в мире, под его управлением находится почти 9 триллионов долларов. Так вот, BlackRock только что сообщил, что он баловался биткоинами. BlackRock, крупнейший управляющий активами в мире. И как вы думаете, что произойдет дальше? Пишет Энтони Помплиано у себя в твиттере. Действительно, а что же случится дальше, когда все эти компании начнут пробовать себя в биткоине? Я хочу показать тебе этот ролик с канала CNBC, в котором главный инвестиционный директор BlackRock рассказывает о биткоине, а также делает объявление, что неофициально купили и планирует покупать биткоин. Пока что он отказывается давать открытую публичную официальную рекомендацию, но я уверен, он хочет это сделать, учитывая язык его тела и мимики. Особенно, когда он говорит о вовлеченности BlackRock в биткоин. У него сразу же появляется некая ехидная улыбка. Посмотри видео и напиши, что ты думаешь по поводу просмотренного и услышанного. Просто немного математики. Люди думают, я так себе математик, но на самом деле в математике я соображаю. Короче, сколько у вас там уже активов накопилось? 7 триллионов? 8? И все продолжаете наращивать? Биткоин-энтузиасты говорят, вложите хотя бы 1% в качестве защиты от печатания денег. Вложите 1% в биткоин. Мне вот интересно, сколько же это? 1% от 7-8 триллионов долларов. И что это будет значить для биткоина? Что вы там делаете в своем BlackRock? Вы можете что-то порекомендовать? Что делать с биткоином? Расскажите. Я думаю, криптовалюта захватила умы множество людей. Сегодня ее волатильность экстраординарная. Но послушайте, люди ищут средства сбережения. Люди ищут способ защищаться от инфляции и долговой экономики. Так что да, мы начали потихоньку подбирать биткоины. Я не буду говорить конкретные цифры и проценты. Для каждого они индивидуальны в зависимости от того, как выглядят их портфели. По моему мнению, технологии эволюционировали. Даже регулирование эволюционировало до такой точки, в которой какое-то количество людей готовы рассматривать биткоин как часть портфеля. И это то, что движет цену вверх. Что вы можете рассказать о планах BlackRock? Вы не так стары, как Банк Мелон, и у вас намного больше денег. Что порекомендуете, и что по-вашему случится дальше? Я не имею права раздавать рекомендации, но думаю биткоин держит потому, что он выступает средством сбережения и хорошим активом для диверсификации портфеля. Дело в том, что сейчас количество наличных денег, которое мы держим, находится на историческом пике. Потому что ни черта не работает. Те же процентные ставки, например. Все это не работает в качестве хеджирования от той же инфляции. Поэтому переводить эту наличность в другие активы имеет смысл. Я вижу смысл в конвертации и в криптовалюту тоже. Но я не буду раскрывать, сколько мы будем конвертировать. Ну что думаешь? По моему мнению, такие признания раскрытия информации нельзя воспринимать как должное. Хотя, конечно, они имеют большое влияние на криптопространство. Напомню, что Тесла вложила полтора миллиарда долларов в биткоин. Это были очень массивные инвестиции в главную криптовалюту. С тех пор ее вложения выросли на 750 миллионов долларов, что на 30 миллионов больше, чем вся ее прибыль за прошлый год. Невероятно! Прибыль Теслы за 2020 год составила 721 миллион долларов. 2021 год еще не закончился, а она уже заработала 750 миллионов долларов. Так что, даже если биткоин больше не вырастет в этом году, в чем я сомневаюсь, Тесла и так уже в профите. Да еще и в большем, чем в прошлом году. Неудивительно, что компании, организации и институты начинают чувствовать синдром ФОМА, синдром упущенной выгоды. К примеру, микростратегия все никак не успокоится. Crypto World News пишет, взрывные новости, микростратегия скорректировала запланированную продажу конвертируемых облигаций с 600 миллионов до 900 миллионов долларов. И все эти деньги будут использованы ею для покупки биткоина. Очередной покупки биткоина. Учитывая все это, кажется, что даже 52 тысячи долларов для биткоина мало. Серьезно. Со всей этой движухой, очевидно, биткоин ну никак не может оставаться на этих отметках. Скорее всего, это еще не пик. Далеко не пик. И судя по тому, что цена биткоина четко следует этой модели Stock-to-Flow Ratio, пик придется где-то на 15 августа, когда цена биткоина достигнет 100 тысяч долларов. Получается, через полгода нас ожидает пик биткоина. Посмотрим, случится это или нет. В любом случае, я буду обязательно следить и за новостями, и за курсом, и за движениями крупняка. И сразу же буду сообщать тебе на этом канале. Поэтому обязательно подпишись, если ты еще не подписан. Поставь лайк, это помогает каналу расти. А также делись видео с друзьями, комментируй и обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok